МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На территории столицы была создана специальная комиссия во главе с начальником УЗС Азаматом Сагандек-Улу. Так, на днях во всех четырех акимятах Бешкека прошли первые рабочие совещания данных комиссии. Подробнее о масштабной инвентаризации муниципальных объектов сегодня нам расскажет начальник управления землепользования и строительства мэрии города Бешкека Азамат Сагандек-Улу. Добрый вечер. Добро пожаловать в нашу студию. И перед началом нашей беседы, уважаемые телезрители, я хочу напомнить вам наш номер телефона 0312 59 20 55. Вы также можете задать свой вопрос, позвонив нам в студию. Наш номер вы видите у себя на экранах. Азамат, добро пожаловать в нашу студию. Еще раз рады вас видеть. Ранее борьба с незаконными объектами была на плечах только у управления землепользования и строительства при мэрии Бешкека. На данный момент мы видим, что создана специальная рабочая комиссия. Расскажите более подробно об этом и вообще, как будет осуществляться работа. Добрый вечер. В первую очередь, да, действительно, контроль за муниципальными землями, за правильным использованием, оно возложено на управление землепользованием строительства мэрии города Бешкек. Но с 1 апреля этого года распоряжением мэрии города Бешкек создана комиссия по проведению масштабной инвентаризации муниципальных зданий и земель, рационального использования и выявления самовольных, незаконных, непоцелевому использованных земельных участков, зданий и так далее. В рамках этого распоряжения в четырех районах города Бешкек созданы рабочие группы. Согласно распоряжению мэрии города Бешкек задействованы все службы, которые непосредственно имеют отношение землепользованием и градостроительством города Бешкек. Это такие службы, как районная администрация, Бешкек-глав архитектуры, управление земельными ресурсами, управление землепользованием и строительством, Бешкекский госрегистр и так далее. Цель данного масштабной комиссии, это в первую очередь выявление муниципального имущества, муниципальных земель, своего ресурсов полностью муниципального, какие имеются, вообще установление количества договорных отношений, какие объекты у нас предоставлены в срочное временное пользование, какие объекты функционируют на арендованных землях, какие даже помещения используются арендованные мэрии города Бешкек. Это все идет к тому, чтобы рационально использовать весь ресурс земельного, градостроительного богатства мэрии. Второе, это пополнение городского бюджета будет. Третье, это будет выявление самовольных строителей или самовольных освоений. В-четвертое, оно будет пресекать самовольные действия, незаконные. И в итоге обобщенно все это будет обобщаться и будет составлена база, единая база муниципального реестра. Это, я думаю, даст огромный потенциал и огромный ресурс мэрии города Бешкек в части дальнейших освоений данных участков или предоставлений. В связи с чем в мэрии города Бешкек решительно настроено провести полную комплексную инвентаризацию по всем направлениям. А кто входит в рабочую комиссию? В рабочую комиссию, как я уже ранее сказал, председатель действующей данной комиссии, это получается управление землепользованием строительства мэрии города Бешкек. В районах будут созданы районные комиссии, где во главе стоят заместители районных администраций, начальники муниципальных территориальных управлений, представители госрегистра, представители Бешкек глав архитектуры, представители управления земельных ресурсов и наши инспекторы. Плюс мы планируем задействовать все муниципальные территориальные управы, потому что данная инвентаризация проводится по территории каждой муниципальной территориальной управы, которую всю территорию мы разделили на предварительные мини-секторы, чтобы выявить отчетность, периодичность. Данная инвентаризация будет проходить поэтапно или как? В рамках данного распоряжения мы планируем ежемесячно в четырех районах завершать по четыре МТУ. Вопрос согласован районными администрациями, руководителями муниципальных территориальных управ. Ежемесячно с апреля, первого апреля нами уже начата работа в четырех МТУ по четырем районам города. И мы планируем к концу месяца предоставить уже сбор данных в мэрии города Бишкек по определенным территориальным управам. То есть ежемесячно у нас по графику по четырем районам будут проводиться инвентаризации по всем МТУ. В городе Бишкек, как вы знаете, насчитывается 22 муниципальных территориальных управ, городская территория плюс 47 жилых массивов, с чем объем работы очень большой. Спасибо. Уважаемые телезрители, я напомню вам, что мы работаем в режиме прямой трансляции. Вы также можете задать свой вопрос, позвонив нам в студию по номеру 0312 59 20 55. В гостях у нас начальник управления землепользования и строительства мэрии Бишкека Азамат Сагандэ-Кулду. Депутаты БГК на очередной сессии поддержали введение моратория на аренду земельных участков. О чем это говорит? Да, действительно, городским кингершам принято постановление по временному мораторию на определенные виды земельных участков по предоставлению города Бишкек. Все это делается к тому, чтобы в первую очередь провести инвентаризацию, выявить количество земельных участков, которые в аренде стоят, выявить количество участков, которые не используются, не осваиваются, выявить земельные участки, которые не оформлены. И в целом для комплексного и для поэтапного реализации генерального плана и вообще градостроительной деятельности мэрии города Бишкек, вот сейчас вводится мораторий, до конца завершения моратория нами тоже параллельно планируется провести инвентаризацию, чтобы уже знать дальнейшие пути своих ресурсов муниципальных. Что будет после инвентаризации? В завершении инвентаризации будет обобщенная справка по всему городу в разрезе районов, в разрезе МТУ, после чего соответствующим службам будут даны те сведения, которые были проведены в инвентаризации для дальнейшего работы по тем или иным земельным участкам. То есть, если в некоторых местах, вот как мы выявляем, имеются не по целевому назначению, не по генеральному плану, не по ПДП и так далее нарушения использования земельных участков муниципальных, то, соответственно, нами будут приняты меры по приведению в соответствии со всеми градостроительными нормами. Будут оформляться многие неоформленные участки за муниципалитетом, то есть это увеличение ресурса своего. Будем также выявлять по качеству, по целевому назначению участков, не только участков, но и зданий муниципальных, потому что, как мы знаем, в городе Бишкеке есть муниципальные здания, которые предоставляются на следующий день в аренду. Почему назрела такая комплексная инвентаризация? Потому что, как вы знаете, вот сейчас большинство общественности интересуются вопросами, к примеру, детские и дошкольные учреждения, учреждения образования, учреждения здравоохранения. Во многих таких организациях, учреждениях прилегающих территорий или даже внутренних территорий распределены под другие категории земельных участков и были предоставлены под другие объекты. В мэрии города Бишкеке с начала года поставлена задача по полному приведению всех договорных отношений, аренованных в мэрии города Бишкеке всех земель, всех зданий. К тому же на сегодняшний день дана задача провести инвентаризацию не только земельных участков, но и социальных объектов, таких как школы, садики, поликлиники. Это все было выявлено из-за того, что очень много территорий, прилегающих к школам и садикам, были распределены. Во многих местах были распределены незаконно, в связи с чем имеются и акты прокурорского реагирования, уголовные дела и так далее. Более того, нами самими тоже выявляются факты незаконного использования земельных участков, к примеру, в прилегающих школах, где есть территория школы, вычленяют какую-то часть и распределяли по другим назначениям. В связи с чем поручением мэра города Бишкек, поручением нашего курьема, вице-мэра, дано задание, чтобы территорию таких социальных учреждений полностью освободить, принять соответствующие меры в рамках законодательства, материалы передать в правоохранитель, либо судебные органы и оформлять земельные участки только по целевому назначению, согласно генерального плана и согласно плану детальных планировок. И у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте. Мы вас слушаем, можете задать свой вопрос. Алло, да, Питер. Здравствуйте. Алло, да, Питер. Да-да-да, мы вас слушаем. У меня такой вопрос. Как вы понимаете слово инвентаризация и что оно означает? И инвентаризация проводит по формам собственности или по верному культуре земли? Ответи на этот вопрос, пожалуйста. Спасибо. В первую очередь, само слово инвентаризация, это фиксирование тех или иных объектов, которые находятся на муниципальной территории, это вот как в переписях населения, да, фиксирование общего количества всех объектов. Будем потом выявлять не только по количеству, но и по форме собственности. Правильно был задан вопрос хороший. Будем выявлять количество, к примеру, на каких-либо территориях, территории частной собственности, территории государственной собственности и территории муниципальных собственностей. Более того, инвентаризация будет проводиться по всем категориям. Это, к примеру, начиная от объектов облегченного типа, кафе, ресторанов и заканчивая высотными зданиями, даже индивидуальными жилыми домами. В рамках инвентаризации у нас действительно разработаны планы заданий по всем рабочим группам, где им даны четкие указания по выявлению, по визуальному обследованию и согласно предварительной базе данных со всех служб обобщенная сферка. То есть инвентаризация, к примеру, у всех городских служб имеется своей базой данной уже, накопленной, сформированной, но в некоторых местах имеются расхождения. В целях приведения в одно значение, в одно целое, чтобы прийти к общему знаменателю, проводится такая работа с участием всех городских служб. То есть мы в этом инвентаризации будем в первую очередь выявлять, фиксировать все те объекты, которые находятся на муниципальной земле. Потом с учетом базы данных архитектуры, госрегистра, управления земельных ресурсов, районных администраций, муниципальных территориальных управ, сводя все имеющиеся базы данных, мы будем приводить к общему знаменателю. То есть инвентаризация – это всеобщая сверка и проверка всех тех объектов, которые находятся на муниципальной земле. Вот вы сказали по поводу того, что имеется расхождение, да? Да. А каких расхождениях? К примеру, я могу сказать, что есть, если взять виды каких-то объектов облегченных, имеется какое-то количество в Бишке глав архитектуры разработанное на них градостроительное заключение. Более того, имеется другое количество объектов, которые по договорным отношениям имеются в управлении земельных ресурсов. А по факту имеется другое количество. То есть это о чем говорит? О том, что некоторые объекты, возможно, по незнанию или по незнанию оформили градостроительные документы в архитектуре, но дальше не завершили договорным отношением перед мэрией. Две разные вещи, да? Некоторые объекты вообще функционируют без каких-либо этих двух документов, то есть они самовольные. В связи с чем, вот эта инвентаризация, да, она приводит к общему знаменателю сводок со всех служб. Вот поэтому проводится комплексная инвентаризация. До этого у нас проходила своя инвентаризация, да, по линии управления, по линии других учреждений. Но когда комиссионно, всеобщая идет полная инвентаризация, она раскрывает всю суть и всю потенциал, и все эти ресурсы, которые находятся, да, то есть каждая служба, если приводя свои информационные базы и по факту проводя по квартальной описи, вот эта инвентаризация, она приводит к общему числу, да, тех объектов, которые у нас будут или имеются на сегодняшний день в мэрии города Бишкейк. После чего мы будем знать количество законных объектов, количество объектов, у которых имеется только градозаключение, количество объектов, у которых не имеются договорные отношения, либо те объекты, которые абсолютно функционируют самовольно. То есть мы этим сами будем выявлять полностью рациональное использование и открытость всех тех субъектов, объектов на муниципальной земле. Спасибо. У нас есть еще один телефонный звонок. К сожалению, горожанин отдалился. В ходе инвентаризации в отношении захватчиков будут приняты жесткие меры. Такое сообщение распространила пресс-служба мэрии. Более конкретнее можете рассказать о мерах? Обмеры будут приняты очень жесткие. В первую очередь это изъятие тех или иных земельных участков, которые используются незаконно или не по целевому назначению. Почему? Потому что у нас есть несколько примеров. За 3-4 месяца 2019 года мы по городу Бишкейк очень много выявили тех земельных участков, которые были своевременно предоставлены, незаконно. И в настоящее время направление мэрии, задача мэрии стоит, чтобы возвратить все эти неправильные, незаконные распределения земельных участков к городу Бишкейк. Тем самым баланс, рациональное его богатство пополняется, мэрия. Есть несколько примеров по территориям школ, где незаконно были распределены жилые дома. В связи с тем, что территория школы была сокращена. На сегодняшний день мы выявили очень много таких объектов. И мэриям города Бишкейк задано четкое задание, чтобы все эти незаконные участки возвращать к городу, закрепить за муниципалитетом. И вот мы элементарно недавно в 58-й школе Ленинского района выявили такой факт. территория по факту 4 с лишним гектара земли. Из них в школе готовили оформлять документы на 3 гектара. Гектар земли были расшеплены под индивидуальные жилые дома. То есть там уже построены? Нет, там уже были распределения земельные участки и поручением курирующего вице-мэра нашего было дано задание, чтобы данные земельные участки отменить и закрепить всю территорию по первоначальному генеральному плану за школой. То есть согласно генеральному плану. Таких моментов много. В связи с чем мы полагаем, что результатом инвентаризации будет очень много земельных участков, которые незаконно распределены или освоены. Будут возвращены по целевому и по генеральному плану на значениях. То есть это приведет к увеличению земельных участков или зданий, школ, садиков и поликлиник. У нас есть еще один телефонный звонок. Давайте мы его примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на линии можете задать свой вопрос. Угодался. Вы на линии можете задать свой вопрос. Вы на линии можете задать свой вопрос. Угодался. Да, да. Да, да. Я уже свыше 12 лет. Начинался со специалиста. Вообще само управление тоже проводило инвентаризацию. С образования уже два года, как мы перешли на управление. С момента образования мы тоже начали инвентаризацию всех муниципальных зданий и земель. В 2017 году было выявлено около 4000 объектов различного назначения, которые функционировали по городу Бишкек самовольно. По всем тем объектам были приняты жесткие меры, то есть снесены или демонтированы. В 2018 году таких объектов было выявлено где-то 3500. И по всем объектам были тоже такие же результаты со сносом, с демонтажем. Как вы знаете, в городе Бишкек строится и очень много дорог. В рамках реализации строительства дорог тоже очень много выявляются объекты, жилые дома, которые за счет муниципальной территории увеличивают свои строения, заборы и так далее. По таким объектам тоже были проделаны очень много дел. В этом году за первый квартал уже свыше 800 объектов нами уже демонтированы, выбраны, снесены. То есть это о чем говорит? О том, что в мэрии города Бишкек дано четкое задание пресекать самовольное строительство, самовольное освоение всех различных видов объектов. Да, в рамках нашей инвентаризации в прошлом году результатами инвентаризации было выявлено 9281 договорных отношений с мэрией города Бишкек. Из них около 3500 объектов. Это объекты облегченного типа, как мы говорим, павильоны и киоски. По всем были проведены работы, анализы, в результате было выявлено где-то из них 300 с чем-то объектов, павильонов по городу в некоторых местах стоят самовольно. Как вы знаем, сейчас техника позволяет ночью быстренько привезти, ставить и устанавливать. По таким объектам нами тоже проводится работа, проводятся разъяснения, беседы. Мы не только ужесточенные их носим, но если градостроительная документация или местность позволяет, то если есть возможность оформления, то мы всем арендаторам в первую очередь просим, чтобы они оформились. Чтобы все те функционирующие объекты, которые стоят в городе Бишкек на муниципальной территории, чтобы они приносили городу доход, аренду, чтобы сдавали. И сумма всех этих арендов, это также строительство уже социальных объектов, школы, садики и так далее. Спасибо. До нас дозвонился еще один горожанин. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Алло, да. Алло, да. Субтитров ага. Субтитры делал DimaTorzok 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 Около 20 с лишним гектаров земель города И по некоторым приходится Судебные разбирательства судиться Бывает, что судебные разбирательства Для некоторых месяцев, года В связи с чем она затрудняет Во многих местах Работу и реализацию проектов По линии дорог Среди тоже есть моменты Когда мы уже второй год Некоторыми самовольными объектами Не можем освободить Идет судебное разбирательство Я знаю, что сейчас Муниципалитет участвует в более 200 Судебных разбирательствах А какие большие судебные разбирательства Выиграл муниципалитет Я как ранее сказал Уже огромное количество Неправильно распределенных земельных участков Мы возвращаем обратно к городу То есть это тоже основной Выигрыш по линии Юридических взаимоотношений Более того Мэрия города Бишкек Идет по возврату И зданий Муниципальных зданий По своему использованию Это садики С начала года уже несколько Зданий и садиков Были возвращены в мэрии города Бишкек Ранее которые В данных помещениях Находились государственные бюджетные учреждения Это тоже выигрыш Один из положительных моментов И мэрия города Бишкек Данные объекты используются По первоначальному назначению То есть под детские сады И уже после реконструкции открывается Один пример Вот 8 микроюн 138 садик Мэрия города Бишкек Полностью возвратила Сделала капитальный ремонт И открыла для жителей 8 микроюна Этот садик Нам дозвонился еще один телезритель Здравствуйте Мы вас слушаем Сейчас еще раз Добрый вечер еще раз Я хочу такую вопросу дать вам Одним вам дать я У нас на жилмахиле Майска Есть участки, которые застроены И этих землепользователей землевладельцев нету На руках Красной книги Можете дать информацию по этим участкам? Улица Чуй, 2А. Могут ли они в ближайшее время получить навыки у санкции? Это, мне кажется, получается Первомайский район, Желмайсива, Босого, и вот западная сторона, границы территории Алламиджинского района, села Маевка. Да, в городе Бишкек по индивидуальному сектору на сегодняшний день начисливается около свыше 6 тысяч с лишним жилых домов, которые на сегодняшний день не имеют правоостанавливающие или правоостанавливающие документы. По таким объектам уже в 2014 году в мэрии города Бишкек была проведена комплексная инвентаризация, потом в 2016-2015 годах повторно были проведены инвентаризации. И результатом нами был разработан проект закона по возможности легализации данных объектов. В настоящее время данный проект закона находится в Джогуркинище на рассмотрении. И в случае принятия каких-либо соответствующих нормативных правов и фактов, нами будут приняты дальнейшие меры по реализации данных законов. Спасибо. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, вы на линии. Да-да, мы вас слушаем. К сожалению, связь оборвалась. В одном из интервью мэр говорил о том, что земельные участки стали предметом спекуляций, получают в аренду бесплатно, а потом продают. Как так получается? Да, действительно есть такие моменты. К примеру, даже в рамках строительства дорог мы тоже сталкивались с несколькими участками земли, которые мэрия города Пешкек в свое время предоставляла тому или иному гражданину в аренду, в арендное пользование. Но на момент реализации генерального плана мы не можем приступить к реализации, так как там эта земля предоставлена в аренду. И те или иные граждане пытались менять эти земельные участки в других местах, в других районах. То есть получается, сами же свою арендованную землю мы не могли обратно возвратить. Опять же, это говорит, что судебные есть загвоздки, где мы не можем своим же имуществом обратно сами завладеть. Спекуляции по землепользованию во многих категориях землях. Первое, например, берут землю в одном районе, потом пытаются менять через комиссию в другом, на равнозначной. Лево первоначально берут под назначение общественно-социального объекта, потом целевое назначение меняют под другие назначения. В связи с чем первоначальная документация, которая была предусмотрена под то или иное строительство, оно теряет свой юридический статус и уже спекулятивно меняется. Да, нарушаются градостроительные земельные законодательства. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте. 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 Уважаемые телезрители, мы в прямом эфире. Вы смотрите телепроект «Акцент город». У нас в гостях начальник управления землепользования и строительства Азамат Сагандэ Куулу. И мы говорим об инвентаризации муниципальных земельных участков, а также муниципального имущества. Что делать, если отсутствуют необходимые для оформления прав документы? В первую очередь это обратиться в управление земельных ресурсов в мэрии города Бешкей за оформлением того или иного объекта. Потом оттуда он отправляет в архитектуру соответствующую письмо для дальнейшей подготовки и сбора градостроительной документации. После оформления градостроительной документации с архитектурой материалы полностью укомплектовываются и вносятся на рассмотрение городской комиссии. И решением комиссии уже дальнейшая судьба решается всех участков или земель по предоставлению в аренду, по срокам, по ежемесячной аренде и так далее. А бывает ли так, что границы земельного участка не соответствуют действительности? Наверняка, да? Таких моментов очень много. Основная цель инвентаризации это выявить количество законных территорий и количество увеличенных территорий, которые за счет муниципалитета функционируют, те или иные объекты. И потом привести к общему знаменателю. То есть, либо под тем объектом, который горожане дооформят дополнительные участки, мне кажется, вопрос автоматом снимутся. Там, где будут нарушены градостроительные генеральные планы нормы, то, соответственно, такие участки будут приводиться в соответствие со своими границами. А сколько всего насчитывается арендаторов по земельным участкам? В настоящее время я точные цифры говорить не смогу, потому что сейчас вот сама суть и цель инвентаризации – это взять итоговое количество. Количество арендованных земель, количество годовых, пятилетних, 49-летних, количество частных объектов, количество самовольных, количество сумм, какая поступает от всех этих арендаторов. Поэтому на сегодняшний день говорить о каком-либо количестве – это чуть прежневременно будет. Я не говорю о том, что о полном, а вообще фактически же имеются же арендаторы. Такая база имеется в управлении земельных ресурсов, потому что уполномоченное лицо от имени мэрии города Пешкейк, которое может составить договорные отношения или предоставлять землю в аренду, является по городу, это у нас единое управление земельных ресурсами, которое располагается земельными ресурсами и выносит материалы на городскую комиссию с дальнейшим оформлением и сдачей в аренду земель. Спасибо, Азамат Сагандыкович, за то, что пришли и ответили на наши вопросы. К сожалению, на этом наше эфирное время подошло к концу. Уважаемые телезрители, я с вами не прощаюсь. Увидимся также ровно в среду, ровно в 21.20. Будьте на пирамиде, следить за нашими выпусками вы можете также и в социальных сетях, и на нашем YouTube-канале. Оставайтесь на пирамиде. Редактор субтитров А.Семкин